Макияж у меня сейчас занимает от силы минут пять, я сама кайфую, сама себя не похвалю, никто не похвалит. Раз-раз и все нанес. Извините за такую антирекламу, мой мастхэв. Эта любовь случилась. Natural skin кожа зажабила денег, грех жаловаться на такое. Итак, девочки, мы сегодня с вами идем на массаж. У меня осталось буквально минут пятнадцать, чтобы собраться. Надеюсь, у меня было слышно. И сейчас мы с вами сделаем быстрый легкий макияж, убираю патчи. Я, кстати, с ними не так долго и хожу, минут пятнадцать, наверное. Хотя в инструкции написано, что можно их носить прям до побеления, но я очень-очень редко, когда так их использую. И сейчас сделаем с вами мой быстрый макияж. Я делилась в Телеграме всеми этими продуктами. Это более персиковый консилер от Clorance. Я думаю, многие его знают. Консилер от Dior, который я наношу вместо тона. Наношу на все свои проблемные участки, где у меня покраснение, немножко вот сюда на лоб. И беру влажный спон и подтушевываю это все. Макияж у меня сейчас занимает от силы минут пять. Если я еще не буду болтать, так еще быстрее я накрашусь и сяду поудобнее. Кстати, сейчас монтирую влоги и с каждым разом радуюсь, чувствуюсь как здорово, что все-таки муж мне купил микрофон. Я сама кайфую от этого звука, от качества звука. И в принципе кайфую от того, что сама по себе учусь красиво выставлять камеру, чтобы кадр был красивый. Сама себя не похвалю, никто не похвалит. Так, наносим все это быстренько. Обожаю спонж за то, что раз-раз и все нанес. Хочу еще перед массажем забежать купить кофеек вкусный. Опять у меня проснулась эта любовь к кофе. Несколько влогов назад, ну как несколько, примерно полгода назад я говорила о том, что я чем-то отравилась. И после этого отравления я, я не помню, то ли тартаром, когда я отравилась, то ли когда я отравилась из перекрестка голубикой. Извините за такую антирекламу, но говорю как есть. И после того момента я перестала пить кофе. Я не помню, после первого или после второго. По-моему, после первого. У меня какое-то было просто отвращение даже не от кофе, а от молока. А я люблю пить кофе с молоком, то есть я беру в основном латте. Очень редко капучино или какой-нибудь тирав. И вот этот запах молока меня очень сильно раздражал после моего отравления. Нельзя терять ни минуты, потому что уже надо выходить скоро. Так вот, и я достаточно долгое время не пила вообще кофе ни в каком виде. А тут опять у меня после Москвы. Проснулась любовь пить кофе, опять я стала зависима от этого напитка. Но стараюсь пить его всего лишь раз в день. То есть если, к примеру, я еду в салон и знаю, что там я хочу взять чашечку кофе в самом салоне, пока мне там делают маникюр, педикюр, то тогда я утром не пью кофе. Меня устраивает одна чашка кофе в день. Хотя я бы, может, пила бы и больше, но больше точно, я думаю, не стоит. Беру следующие румяна от Роуд. Уже говорила, насколько они крутые, как они мне нравятся. Вот беру прям пальчиком и вот так их наношу на щеки. Потрясающие румяна. Думаю, над покупкой еще каких-нибудь. У меня, кстати, это Слипи Герл. Кто не знает, этот оттенок мне идеально подходит. Он очень хорошо освежает, немножко подтягивает за счет того, что он не совсем розовый и не совсем персиковый, а имеет немножко коричневый подтон, за счет чего кажется, как будто у вас есть еще и бронзер на лице. Во всяком случае, это я так вижу на своем лице. Эффект поцелованного солнышком лица, отдохнувшего, свежего. Ну просто мой must have эти румяна. Хотя вы знаете, насколько я холодно относилась к румянам. И сколько я вообще пробовала покупать разных, и никогда у меня никакой любви с румянами не случалось. А вот тут эта любовь случилась. И я очень жду, вдруг Хейли выпустит какой-нибудь скульптор. Я думаю, это вообще будет очень классный продукт. Хотя она сама не любит скульпторы, но вдруг выпустит. И беру пудру, немножко припудриваю под глазами, потому что консилер этот скатывается. Во всяком случае, у меня, мне приходится его припудривать. И немножко добавляем на щечки и на лоб. Так как кожа у меня все-таки комбинированная, и немножко имеет свойство блестеть. И добавляю хайлайтер. Нравится мне сейчас такая natural skin кожа. Как будто ничего не нанесено, но при этом кожа выглядит красивой, здоровой, отдохнувшей. И надо причесать ресницы. Так что пойду сейчас кайфовать на аппаратном массаже. Люблю я все эти бьюти процедуры. Еще б стоили они не так дорого. Вообще цены бы им не было. И нанесем карандаш. В последнее время я наношу более коричневый оттенок, заходя за контур. Чтобы создать эффект более пухлых губ. Так, надо воспользоваться точилкой. У меня уже просто сточился весь карандаш. Мой самый нелюбимый этап, когда хочется поскорее накраситься. Еще ты опаздываешь, а тебе надо точить карандаш. И так точить его, чтобы потом не быть всей в этом карандаше. Ничего не испачкать. Беру карандаш от капсула Be Color Professional. Капсула 615 оттенок, такой коричневый. Нравится мне этот карандаш. Он гелевый, хорошо распределяется, хорошо тушуется. И в принципе выглядит достаточно красиво. У него такой теплый коричневый подтон. Самое то для того, чтобы сделать эффект таких более пухлых губ. И я рисую им чуть выше контура. Такой ответственный момент. И немножко пальцем подтушевываю. Чтобы, знаете, не было такой прям четкой-четкой границы. Опять-таки наношу совсем немного, чтобы не было такого эффекта. Прям сильно накрашенных губ. И все, мой макияж готов. Прическа тоже готова. Опять накручиваю волосы на пигуди. Поэтому они красиво так лежат. Немножко вот подвивается моя челка. И все, сейчас пойдем с вами за кофе. И после кофе я думаю, что все-таки вернусь домой. Так как муж у меня скоро будет дома. И после уже того, как мы попьем с ним кофе, я пойду на массаж. И вот так вот выглядит мой макияж при естественном освещении. Когда не прям так сильно на него светит солнце. В принципе, достаточно натуральный. Иногда я добавляю сухой скульптор. Точнее даже бронзер от Tom Ford. Но в последнее время мне нравится вот так. Вроде есть румяна, а вроде как будто ничего и нету. Но при этом лицо такое отдохнувшее, красивое. И за счет хайлайтера очень красиво сияет. И быстро показываю свой аутфит. У меня такая вот блузка. Решила все-таки часть рабочих вещей интегрировать в свой повседневный гардероб. Думаю, ну что зря лежат эти блузки. Можно их в принципе носить и в повседневной жизни. Она достаточно такая в стиле casual. Так что надела вот эту блузку. Это Tommy Hilfiger. Также такие вот льняные штаны от Nice One. Очень классные штаны. Жалею, что в этом году они не выпустили что-то похожее. Они выпустили какие-то две пары брюк. Во-первых, они в каких-то цветах не очень интересные для меня были. Точно был какой-то оранжевый. А второй цвет я не помню. Либо похожий на вот эти мои. Либо какой-то тоже не сильно, который будет интегрироваться в мой гардероб. Поэтому не стала покупать. Хотя лучше бы они выпустили вот такие вот. В прошлом году были белые, серые и хаки. Я бы точно купила белые. И точно купила бы, думаю, хаки. Потому что это очень классные брюки. Прям обожаю их. Ни капельки не жалею, что заказала. У меня есть точно такие же шорты. Вот я бы тоже шорты заказала бы. И белые, и хаки. Хотя в шортах я редко хожу. Но пусть будут. И возьму сумочку, наверное, Long Cham. Девочки, наконец-то я сажусь записывать для вас видео с покупками из золотого яблока. У меня вот там вот несколько коробок. Я уже некоторые свои покупки переложила в один пакет, чтобы не складировать эти коробки. Каждый раз я себе обещаю, закажу пару вещей и сразу же их вам покажу. И начинаю все равно сидеть и копить эти вещи. Мне, если честно, уже пользоваться нечем в плане бытовой химии. Потому что все там. А я никак не могу распаковать и показать вам. Так что сейчас я буду садиться, как раз таки записывать полноразмерное видео с покупками из золотого яблока. Так что ждите. Скоро оно должно появиться на канале. И вот так вот выглядит последствия съемок покупок из золотого яблока. Сейчас все разберу и надо будет выкинуть. Девочки, давайте откроем с вами посылку с сайта Ламоды. Забрала ее вчера. Тут мне не терпится померить одну вещь. Всего было две покупки. О, кстати, как пахнет. Прям яблочком. Первое я заказала зубную пасту от Кура Прокс. Как вы знаете, раньше мы пользовались пастой от Марвис. Но после того, как я купила Кура Прокс, мой муж сказал, что покупаю только эти пасты. И теперь я ищу их хотя бы на скидках. Потому что в магазине они стоят порядка двух с половиной тысяч. Но, к примеру, на Ламоде иногда бывают они по 1700. В этот раз я, по-моему, за 1800 заказала. Они очень сильно пахнут, даже когда они закрыты. Я заказала в этот раз с яблоком. Мы уже пробовали два вкуса с арбузом. Я покупала малиновую еще. Она, я не помню, с ежевик или с чем-то. Но у нее просто отвратительный вкус. У арбуза был приятный. Попробуем вот эту с яблочком. Надеюсь, будет приятный вкус. И что я очень хотела померить. Он достаточно плотный. Заказала топ от All We Need. Такого вот формата. Хотела изначально купить похожий формат у 12 Stories. Но, честно, я немножко зажабила денег. Потому что такой топ в 12 Stories порядка семи, по-моему, с половиной тысяч. А то и восьми стоил. В All We Need я купила на скидках за две тысячи, что ли. Такой топ. И в 12 Stories он тоже достаточно плотный. Трикотажный идет. Но он более белый. Этот более молочный. Сейчас надо будет примерить. Так как, когда я была в Москве, я поняла, что мне просто не хватает именно вот такого формата топов. У меня есть несколько майок с более круглым вырезом. Майки-алкоголички. А вот именно такого более классического топа у меня нет. Так что померяем. Надеюсь, мне подойдет по размеру. И да, сейчас нужно будет убрать все эти мои покупки из золотого яблока, которые здесь лежат. Но ничего. Будни блогера. Грех жаловаться на такое. Грех жаловаться на aparecer, м Taj Mah Mah Илман Дусан жилуе ФНС. Редактор наугалка прохожусь на квартиру С鄭,ский Калибог. Редактор наугалка при этом золотом. Простите, прор3-у Shoutmen. Это нельзя было делать напряжёнку. На sends of стрижного жилья.